Практически у каждого юного жителя этого двора есть свой цветок, и каждый помнит, какой именно. Идея в том, чтобы приобщить местных ребят к созиданию. Такую специальную клумбу сделали в этом году. Рядом мостик здоровья, своеобразный массажер для ступней. Несколько лет назад двор распланировали по всем правилам ландшафтной архитектуры, даже установили небольшой фонтан. Как рассказывает Наталья Ярошенко, собственники квартир в один момент поняли, что двор это тоже их собственность. Пусть и коллективная, городская администрация поддержала инициативу установкой модульной детской площадки. Недавно ТОС выиграл финансирование благоустройства еще на полмиллиона рублей. Этого должно хватить, чтобы на месте этой конструкции установить универсальную спортивную площадку, а также привести в порядок растительность перед уличным фасадом. У меня? Я даже не могу вам сказать. Я почти каждый день здесь, на этом участке. И у нас много таких инициативных. Во-первых, я здесь живу. Во-вторых, я выхожу в этот двор, я выхожу с внуками. Мне приятно выходить в чистый, красивый двор. И потом, для детей маленьких, они же здесь растут, я считаю, по-большому это их маленькая и малая родина. Ведь вот то, что сейчас они увидят, вот эту красоту, наверное, их это останется, и они будут научиться беречь природу, научиться беречь окружающую среду. А потом и город, и родина по большому счету. В этом году территория заявилась на городской конкурс «Уютный дворик». Помимо коллективов, в нем принимают участие и владельцы частных домов. Она только дает банан на третий год. Бананы на пальме пока не настоящие. Правда, те, что вырастут, тоже будут маленькими и разве что радовать глаз. Перед домом почти такое же деревце. Наталья Тимошенко занимается этим полисадником около трех лет. Здесь растения, как уже привычные для анапчан и гостей, так и привезенные из Крыма и Абхазии. Так в городе-курорте появился еще один уголок для фотосессий. Хочется красоту, чтобы человек пришел, мимо прошел и радовался. Я встаю очень рано, все смеются, прикалываются, жарко же. Приходится вставать там в пять утра. Ну, хочется сказать, люди, когда фотографируются, я называю это красотень. Я радуюсь. Призовой фонд конкурса 400 тысяч рублей. Деньги целевые. На дальнейшее благоустройство окончательные итоги подведут примерно через неделю. А официально победители представят на дне города.